Похоть — это не просто влечение к противоположному полу. Шоппинг — это тоже похоть. Вам нужно идти к чему-то. Только тогда ваша жизнь будет полноценной. Каждое желание — это похоть. Так как ваша похоть, жаждущая природа, никогда не находилась вовне, она находится внутри. Вожделение — это нечто, что создает в вас ощущение незавершенности и стремления к чему-то. Эти два глаза могут воспринимать только физический мир. Вы не хотите смотреть в лицо, и поэтому называете похоть любовью. Потому что вам нужна некоторая эстетика. Так где же возникает похоть? Внутри вас. Желание не появляется снаружи. Желание приходит не потому, что где-то там сидит красивая женщина или красивый мужчина. Потому что желание внутри вас, что ваша похоть, ваша жаждущая природа, никогда не появлялась извне. Она возникает только изнутри. Похоть, которая по сути означает, что в вас имеются некоторые черты, которые заставляют вас чувствовать себя незавершенными. Так что вы думаете, что достигнете завершенности только идя к чему-то или к кому-то? Похоть — это не просто влечение к противоположному полу. Вам нужно идти к чему-то. Только тогда ваша жизнь будет полноценной. Каждое желание — это похоть. Вы не можете существовать без этого. Я хочу это, потому что только тогда, когда оно у меня будет, я стану полноценным. Это может быть вещь, положение, власть, сексуальность, неважно, что это такое. По сути, похоть создает в вас чувство незавершенности и стремления к чему-то. Она заставляет вас чувствовать, что если у вас этого нет, вы неполноценны. Все, что вы знаете как себя, должно умереть. Когда я говорю «смерть», речь идет не о физической смерти. Дело в том, чтобы потерять все, что вы сейчас знаете как себя, свою личность, свою индивидуальность. Как только вы научитесь быть индивидуумом, вне физиологических и психологических ограничений, это будет значить, что вы вечны. Обычно для большинства людей слово «оргазм» связано с сексуальной жизнью. По крайней мере, в языке, если не в опыте. Но это не так. По сути, оргазм означает состояние внутреннего экстаза. Возможно, его используют в языке в контексте сексуальности, потому что большинство людей не имели более яркого опыта, чем физическая близость. Большинство людей даже незнакомо нечто большее. Поэтому они начали использовать слово «оргазм» для описания сексуальной жизни. Слово «оргазм» означает гораздо большее. Это когда весь ваш организм достигает определенного пика. В сексе такого не происходит. Он дает вам определенное ощущение пика, но это не приведет вас к абсолютному пику, когда каждая клетка в вашем теле взрывается. Сексуальная жизнь или секс не подходит для описания оргазма. Это будет неверно. При физической близости состояние экстаза имеет предел. Но если человек знает, как быть оргазмичным, без потребности в физической близости, он испытывает бесконечный оргазм. Если вы достаточно искренни, чтобы взглянуть на жизнь, без условностей, закрепленных в религии, единственное, чего ищет человек, это максимально возможное приятное состояние. По сути, он ищет высочайшего оргазма. Вот и все, чего он ищет. Если вы хотите довольствоваться ограниченными вещами, можете попробовать секс, алкоголь, наркотики. Это только поработит вас. Это не освобождает. Это просто удовольствие. Удовольствие всегда привязывает вас. И люди ищут удовольствие. Сущности потому, что в них нет радости, потому что нет блаженства. Если вы испытываете блаженство, вы определенно не будете искать удовольствие. Если бы сейчас вы испытывали настоящее блаженство, вы бы искали удовольствие? Удовольствие — это просто тень блаженства. Это всегда фальшивка. Вы получаете слабое подобие. Но когда вам не знакомо настоящее блаженство, подойдет даже его подобие. Но если вы не осознаете ограниченности удовольствия, вы попадете в зависимость от него. Чем больше вы ищете удовольствие, тем больше вы привязываетесь к объектам удовольствия. Но чем больше в вас блаженства, тем более свободными вы становитесь от всего. Когда вы по-настоящему счастливы, вам ничего не нужно. Не нужна еда, сон, даже жизнь не нужна. Субтитры создавал DimaTorzok